В память о тех, кто погиб на дорогах, в Георгиевском соборе города Одинцова совершается заупокойное богослужение. Его возглавляет настоятель собора, благочинный церквей Одинцовского округа, священник Игорь Нагайцев в сослужении духовенства. На панихиде сотрудники Дорожно-патрульной службы Одинцовского ГИБДД, 10-го батальона, 1-го спецполка ДПС «Северный», представители Всероссийского общества автомобилистов и районного управления образования. В этот день мы всегда чтим память погибших наших граждан, которые погибли в дорожно-транспортных происшествиях. И в этот день, конечно, мы напоминаем, что соблюдать надо правила дорожного движения обязательно, потому что наша жизнь ни с чем не сравнима. Быть внимательным и терпимым на дорогах – к этому участникам движения призывают инспекторы. За 10 месяцев текущего года в Одинцовском районе произошло 125 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 17 человек, 170 получили ранения, 14 ДТП произошли с участием детей. И это обстоятельство – еще один аргумент в пользу необходимости пропаганды безопасности дорожного движения. Наше общество совместно, как я сказал, с отрядами ИИД, ГИБДД проводит информационно-профилактические мероприятия, посвященные памятным датам, в том числе и памяти жир ДТП, Дню автомобилиста, весенние каникулы, летние каникулы и другим. Направлены эти все мероприятия, как я сказал, основная цель – это предупреждение детского дорожного травматизма. Поминальная служба в Георгиевском соборе – часть мероприятий, приуроченных к Всемирному дню памяти жертв ДТП. Он приходится на 3 воскресенье ноября и призван привлечь внимание к проблеме сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения. Впереди школьные каникулы. Инспекторы напоминают, что в темное время суток, ранним утром или вечером очень важно наличие светоотражающих элементов на одежде детей и подростков. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.